Добрый день! С вами канал Индубай, меня зовут Анна и вновь новое видео. Это видео я хочу посвятить именно ответам на вопросы. И вопросы эти будут касаться консульской легализации документов для Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы турист, то задумываться о консульской легализации документов даже не стоит. Вы можете спокойно ехать без всяких легализаций и всего прочего. Нужен только загранпаспорт, билет на самолет и отель. И наслаждайтесь отдыхом. Я думаю, это видео будет не столь вам полезным. Можете пойти на наш YouTube-канал и посмотреть другие интересные видео. Вы меня спросите, для кого же тогда это видео? И я вам скажу, что это видео будет интересно, во-первых, тем, кто едет на поиски работы. Во-вторых, это видео будет интересно тем, кто планирует открывать здесь филиал компании, либо просто регистрировать свою компанию. Также это видео будет интересно тем, кто планирует поступать в университет в Дубае, либо в другом Эмирате. И, конечно, легализация документов будет нужна тем, кто планирует снимать бан в лейбор-офисе. Наши клиенты ежедневно присылают нам свои вопросы, которые связаны с консульской легализацией документов. И сегодня в этом видео я как раз отвечу на все эти вопросы. Вопрос первый. Марина из Санкт-Петербурга спрашивает. Я видела ваше видео от Нияза, где он рассказывал, как готовил свои документы для переезда в Эмираты. Мне не совсем понятно, что мне делать, легализацию или апостиль? Отличный вопрос, Марина. На него хотелось бы ответить так, что консульская легализация документов и апостиль – это абсолютно разные вещи. И тут нужно понимать, что апостиль в Эмиратах не принимается. В Эмиратах именно принимается только консульская легализация документов. И если вы вдруг сделаете апостиль, то здесь ваши документы будут недействительны, и с вас попросят именно сделать легализацию документов. То есть это когда документы именно проходят через посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Следующий вопрос от Ивана из Самары. Он спрашивает, зачем же нужно делать консульскую легализацию документов, для чего она нужна и почему. Ответить на это я хочу так. Консульская легализация документов очень важна. Вот, например, у вас диплом из Самарского университета. Если вы с ним просто приедете в Дубай или в другой Эмират, то он будет недействительным, он не будет здесь считаться как официальный документ. Почему? Потому что не была именно проделана официальная легализация документа. Поэтому, чтобы ваш диплом считался действительным на территории Объединенных Арабских Эмиратов, вам нужно обязательно его легализировать. Как выглядит легализированный диплом? Вот я сейчас вам покажу. Как вы можете видеть, на последней странице стоят такие штампы и заверенные подписи именно Мингюста, МИДа и посольства Объединенных Арабских Эмиратов. Следующий вопрос от Алены из Москвы. Я живу в Москве, могу ли я сделать легализацию документов самостоятельно? Алена, конечно, вы можете сделать легализацию документов самостоятельно. Конечно, если вас не затруднит именно передвигаться по Москве, так как придется очень много ездить и посещать определенные инстанции. Я сейчас расскажу, какие. Вам нужно будет два раза посетить Бюро переводов, также вам нужно будет два раза потом поехать в Минюст, потом два раза в МИД и два раза, конечно, в посольства Объединенных Арабских Эмиратов. Всего получается восемь поездок. Соответственно, если у вас есть достаточное количество времени, то вы можете сами прекрасно сделать легализацию документов для Арабских Эмиратов. Следующий вопрос от Айрата из моего любимого города Уфы. Как мне сделать легализацию своего диплома в Уфе? Айрат. Сделать, к сожалению, консульскую легализацию документов в Уфе для Объединенных Арабских Эмиратов вы не сможете. Почему? Потому что в Минюсте и Минюсте в Уфе не примут эти документы. Также в Уфе нет посольства Арабских Эмиратов, и, соответственно, все ваши документы нужно будет отправлять именно в Москву, и только в Москве можно проделать все эти этапы. Что вы можете сделать в Уфе, так это только сделать нотариально заверенный перевод, который делается в бюро перевода. Тут следует отметить, что все документы, которые выданы в разных городах России, можно будет легализовывать только в Москве. Соответственно, Айрат, если у вас есть время и возможность поехать в Москву где-то на три недели, на две с половиной недели, то вы можете, в принципе, сделать это самостоятельно. Если, Айрат, у вас нет такой возможности именно поехать самому в Москву и сделать самостоятельно консульскую легализацию документов, то не переживайте, вы можете отправить эти документы в наш московский офис компании «Дубай», курьерская служба, и уже наш специалист, который уже на этом специализируется, он все для вас сделает, все правильно, и вы уже получите готовый результат. Карина из города Казань спрашивает. Мне предложили работу руководителя в туркомпании в Абудабе, и чтобы открыть невизу ЧАР-менеджер, попросил мне прислать легализированный диплом. Но дело в том, что диплом у меня купленный, как мне быть в этом случае? Карина, даже не пытайтесь легализировать такой диплом. Во-первых, с вас при легализации попросят справку из университета. А во-вторых, сами сотрудники посольства, они обязательно звонят в университет и проверяют, действительно ли это диплом. Поэтому в избежании трудностей и проблем я вам не рекомендую легализировать и вообще где-либо показывать такой диплом. Андрей из Челябинска спрашивает. Мне нужно сделать доверенность, и я обратился в несколько фирм, которые занимаются этим. Но все они дают противоречивую информацию. Скажите, пожалуйста, как это сделать? Андрей, ответ на ваш вопрос будет зависеть от того, где именно вы сейчас находитесь. Если вы находитесь в Объединенных Арабских Эмиратах, то вы можете просто пойти к местному нотариусу и сделать доверенность. И она будет действительно, и не нужно никак ее легализировать или какие-то процедуры с ней делать. Если вы находитесь в Челябинске, и вам эту доверенность нужно отправлять в Объединенные Арабские Эмираты, тогда в этом случае вам нужно отправиться к нотариусу и уже у нотариуса попросить, чтобы он составил доверенность на английском или на арабских языках. Это зависит именно от того, для чего именно нужна доверенность. Я вам заранее рекомендую у нашего специалиста это уточнить. После того, как доверенность будет готова, можно вызывать курьерскую службу и отправлять ее в наш московский офис. Наш специалист примет эту доверенность, проверит ее предварительно, вы произведете оплату, и после этого начнется непосредственно сам процесс легализации. Это сначала доверенность пойдет в Минюст, потом доверенность пойдет в МИД, и потом, конечно, заключительный этап – это посольство. О каждом этапе наш специалист будет вам сообщать по электронной почте, на каком этапе сейчас находится документ. После этого также курьерской службой мы вам обратно высылаем этот документ. Вот такой процесс легализации. Занимает он примерно 2,5 недели, поэтому позаботьтесь об этом заранее. И если у вас какие-то возникнут вопросы, обязательно пишите, спрашивайте. Мы всегда на связи, готовы ответить. Следующий вопрос спрашивает Рустам Камильевич из Эмирата Шарджа. Я живу в Шардже со своей семьей. У нас пополнение, и мы хотим привезти свою маму. Какие документы нужно оформить? Чтобы ответить на этот вопрос, тут надо понять ситуацию. То есть это все будет зависеть от того, на какой именно срок вы планируете привезти свою маму. Если это срок менее двух месяцев, тогда вам, я думаю, просто можно будет открыть туристическую визу на 60 дней, и дополнительные какие-то документы легализировать не придется. Если же вы планируете своей маме открывать трехмесячную визит-визу, либо вы планируете открывать ей резидентскую визу, тогда уже тут потребуется легализация именно документа, подтверждающего ваше родство, чтобы предъявить это в иммиграционную службу. Таким документом может являться ваше свидетельство о рождении. На этом все. Я постаралась ответить на ваши вопросы. Если у вас сейчас возникли какие-то вопросы по поводу легализации документов для Объединенных Арабских Эмиратов, либо вам нужно сделать это, тогда вы, пожалуйста, напишите по вот этому электронному адресу, и обязательно в тексте письма напишите свой вопрос, ваш номер телефона и имя, и наш специалист обязательно вам в тот же день перезвонит. С вами была Анна Надырова, канал Индубай. Всем доброго дня!